приветствую вас уважаемые друзья на связи с вами алексей на данном уроке мы с вами поговорим о том как смоделировать стандартными средствами архикада фахверк мне на электронную почту пришло письмо в нем было несколько вопросов по архикаду и один из них был такой как в архикаде сделать фахверк для тех кто не знаком с тем что это такое я под видео уроком на сайте еще привожу небольшую статью он дело в том что я сам когда первый раз увидел это слово был немножко задача озадачен потому что я сам в принципе не имею архитектурного образования но пока впавшись в интернете нашел что это такое нашел фотографии и соответственно решил для тех кто с этим не знаком тоже выложить небольшую статью вместе с уроком поэтому можете почитать ознакомиться вам это будет я думаю интересно фархверк представляет собой систему горизонтальных и вертикальных элементов и раскосов с заполнением промежутков из камня кирпича и других материалов вот в основном западной европе применялся такой метод строительства при построении домов и хозяйственных построек сейчас он больше такой напоминает именно декоративный элемент вот на этом уроке мы с вами поговорим о том как смоделировать данные элементы в архикаде значит пример вот у нас есть дом и нам нужно здесь на этой стене сделать фахверк для этого что я делаю я в плане делаю разрез перед домом и перехожу в разрез будем работать в разрезе вот теперь значит рисовать буду с помощью линии то есть мне нужно сейчас сам каркас нарисовать вручную как он будет у меня выглядеть для этого я буду использовать инструмент линия желательно работать слоях поэтому я открою слои то есть я control d нажал либо через документы слои вот параметры слоев заходите вот и создаете новый слой вот но вы нажимаете но я тут уже создал слой так и назвал его фархверк все и в нем буду рисовать эти окей выбираю вот смотрите здесь в параметрах самой линии можно выбрать слой в котором будем рисовать он обычно по умолчанию 2d чертеж я выбираю именно свой слой фахверк и в нем буду рисовать для чего это делается это просто я для удобства сделал потом когда я нарисую мне нужно будет мне моей линии выделить если я буду рисовать все это как бы в общем слое они в отдельном то мне потом затруднительно будет выделять мои линии потому что мало ли вдруг у вас какие-то еще дополнительные линии вы здесь рисовали например там свои какие-то вспомогательные вот поэтому конечно лучше рисовать в отдельном слое вот выбрал слой и теперь буду рисовать для начала например вот здесь проведем линию одну теперь я ее скопирую так если вы хотите чтобы у вас бруски были разной толщины вот то рисуете разными линиями я например сделаю так у меня основные бруски вот эти вот по бокам вокруг окон которые например между этажами они будут одной толщины а вот эти промежуточные которые тут как бы крест-накрест вот эти вот например вот я их сделаю другой толщины вот соответственно буду рисовать двумя цветами основные черным нарисуем а вспомогательный синим потом нарисуем все вот делаю тиражировать например но сделаю 8 копий с приращением отсюда и вот так вот скопирую теперь подвину то есть тут рисуете как вам нужно вот можете по размерам рисовать можете на глаз рисовать это уже от вас зависит что вы делаете что вы хотите сделать я буду все на глаз данном случае рисовать вы уже конечно можете потом свой какой-то узор сделать по своим размерам так вот так но еще чуть-чуть правее сдвинем вот теперь нарисуем линии между этажами пример вот отсюда до сюда так опять синего цвета на у меня давайте поменяем цвет черный вот таким вот образом с помощью линии рисуете узор ваши конструкции между этажами например сюда прилепим вот здесь уже есть у нас да теперь вот здесь например проведу так так тут соединю так теперь над окнами сделаем опять же повторюсь я все на глаз сейчас рисую вы если хотите по размерам соответственно будете рисовать по размерам по координатам так вот и и и и и и и Теперь давайте крест-накрест тут нарисуем, например. Так, если не туда прицепили, можно просто перенести эту точку. Например, такой, ну и давайте еще промежуточные нарисуем другим цветом. И вот здесь еще. Так, давайте вот здесь еще сделаем. Например, вдоль крыши. Так вот. И вот сюда, например, проведем такие линии. Так. 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 Когда нарисовали конструкцию, советую вам сохранить этот вид, потому что мало ли что глюка нет потом, чтобы не перерисовать. Так, теперь заходим, значит, в слои и выключаем все слои. Вот. И теперь включим наш слой фахверк. Ок. Все. Вот видите, наша конструкция. Теперь я выделяю конструкцию. Вот. И захожу конструирование, дополнение конструированию, тросмейкер, создать ферму. То есть с помощью дополнения создать ферму я делаю конструкцию. Вот. Обратите внимание. Реквизиты. Тут можно материал задать. Возьмем темное такое дерево, орех горизонтальный. В профиле заходим. И вот видите, можно задать разную ширину разным цветам. Тут вот наша конструкция уже показана. Вот. Я оставлю, значит, черным цветом то, что нарисовано по 100. Пусть у меня будет высота и ширина. А синим цветом по 80. Все. Все. Нажимаю. Ок. Даю название. Можете там фахверк так и назвать, например. Я ферма 2 ставлю. Все. Сохранить. Теперь он немножко повозмущается, что слой отключен, спрятан. Показать. Открыть слой делаем. Вот. Все. Он говорит, новый объект создан на плане этажа. Сейчас мы в разрезе рисовали, он его на плане создал. Все. Ок. Теперь переходим в план. Вот видите, у нас появился новый объект. Теперь в трехмерный вид давайте перейдем. Вот. Видите, наша конструкция готова. А теперь нам нужно просто-напросто включить все слои. Заходим, показать все слои делаем. Все. И перенести нашу конструкцию. Так, давайте я разрез сдвину. Перенести нашу конструкцию уже к дому. Вот так вот, например. То есть тут уже можете подогнать, как вам нужно. Все. Переходим в трехмерный вид. Вот, пожалуйста. Видите? Конструкция у нас готова. Вот таким вот образом вы можете с помощью дополнения TrossMaker создавать конструкции фахверков. На этом наш урок закончился. Продолжение следует...